здравствуйте юрий спасибо что нашли время для разговора спасибо что пригласили после встречи министров 40 стран мира и принятия закон до ленд-лиза в штургарте украина сможет получить самое современное оружие я так понимаю вы как военный эксперт можете прокомментировать что это означает и насколько возможно что украина сможет получить технологии 21 века сша например я есть multi-domain force который разрешает вести дистанционную войну да я думаю получит может быть не все но современное оружие наступать на оружие то что называется тяжелым оружием высокоточечное оружие получит все что необходимо украине для того чтобы перейти в контрнаступлением выгнать эту мразь со своей земли начнется конечно же часто все с надеюсь что президент подпишет это быстро и комитеты начнут решать но опять же там бюджет это не все так просто начнут решать что когда и как и сама логистика это сложная потому что это будет много всего потому что будет не только оружие я надеюсь это будет военные госпиталя это будет продукты это будет сельское хозяйство потому что как вы знаете россия уже начала грабить в тех территориях на которых она находится где она оккупировала она уже вывозит зерно тоннами ну грабит начинает там может быть голодомор хочет там устроить своих традициях ну и просто награде награблены потому что у них самих то сейчас с питанием будет тяжело и пассивные потому что им не продают удобрения насколько я понимаю и доставляет так что они тоже готовится к этому грабят вот моего друга как раз который этим занимался андрей солодей андрей солодей они взяли в заложники в бердянске в городе бердянске он как раз занимался зерном переправки зерна и вот они его сдержали как военно-пленного как преступника военного человек который он даже не украинец он казах украинского даже плохо говорит а потому что он поставлял скорой помощи в четырнадцатом году в ато вот его ограбили там еще я знаю ребят зерновиков кто ограбили вывезли машины грузовики на этих грузовиках вывозит их зерно происходит грабеж уже не унитазы там и крышки от от кастрюль а реальный тоже организованная ну не мародерство организованный грабеж ну как на нацистской германии занималась этим и советская армия тоже кстати если мы почитаем почитаем да вывозит так организованно вывозит там не как заводы так заводы вывозила советские армии после второй мировой немецкий так сегодня они вывозят зерно чужой и это на на уровне государства поэтому да они уже готовятся что они будут в блокаде что весь мир 40 стран собрались министры обороны да даже и страны которые себя ведут очень аккуратно по отношению россии там южная корея северной кореи огромные проблемы россии поддерживают северной кореи израиль потому что иран а иран поддерживает россии и так далее какие-то африканские страны были короче весь мир они должны это понимать я надеюсь весь мир против них они не хотели значит чтобы нато была граница этой войной и своим поведением теперь границы нато увеличились два раза когда с присоединением финляндии и швеции вот что они добились они дались демилитаризировать украину лишить украину оружия какого-либо как будто в украине было столько оружия чтобы огромная украина не напала на маленькую мирную россию а теперь в украине будет больше оружия чем в какой-либо другой стране и столько стран подают оружие да конечно я думаю и надеюсь произойдет быстро чем быстрее это произойдет тем меньше крови будет проливать украина тем меньше бойцов она будет терять потому что и так это очень затянуто затянули слишком долго должно было произойти три-четыре месяца тому назад когда уже знали что россия пойдет войной вооружить украину чтобы она могла себя защитить но посчитали что всего лишь 72 часа займет и президент украины драпанет но просчитались и ну это что русскоязычное население конечно будет очень рада с цветами российских танкистов обнимать как в кино оказалось наоборот да к счастью для украины вот вчера байден заговорил о дополнительной помощи для украины в 33 миллиарда долларов хотя если почитать данные со страницы белого дома там помощи для украины будет около 20 миллиардов лучшем случае и этот закон почему-то привязали к пакетному голосованию который включает помощь для для кого вида меня для меня это выглядит как демократы начали использовать войну в украине своих политических целях и для расправы с оппонентами вы можете как-то прокомментировать эту ситуацию вы молодец потому что вы следите за этим вчера уже все все сми украинские все блогеры украинские стали а вот 10 республиканцев проголосовали против лэнд-лиса и они ничего не упомянули что вот эти 33 миллиарда привязаны к этому там как раз проголосовали это что и замедляло голосование на лэнд-лис потому что демократы постоянно привязывали то повед к этому борьба с мировым поведом с глобальным поведом то чтобы наши границы на юге вообще были открыты кто угодно может заходить то такое что ни один республиканец не проголосует и вот они это при поэтому это все тянется и до сих пор еще тянется я надеюсь сегодня президент подпишет лэнд-лис но почему-то об этом никто не говорил не говорили что говорили только о том что 10 республиканцев не проголосовали за за лэнд-лис не упомянув ничего про демократов что те четыре из них не проголосовали за вот эти 33 миллиарда долларов отложить и не проголосовали еще и вчера еще было одно голосование то есть позавчера а то что деньги которые замороженные в центральной банке соединенных штатов америки российские деньги и в международных банках которые заморожены эти деньги сейчас отправить украине на реабилитацию и репарации четыре опять же четыре демократа проголосовали против про это никто они не говорят они говорят только вот про 10 республиканцев которые проголосовали да но я решил посмотреть все таки узнать потому что у каждого свои причины почему один из демократов не проголосовал потому что он считал что нужно еще больше денег дать что мало дали недостаточно поэтому за этот за это он не проголосовал одна из них это было александрия кортес который запекает нас жириновский а один республиканец не пригласил за это потому что он немножко не в себе я думаю он а а кто это было я пропустил и опять же я не хочу говорить потому что это не не факты это то что я слышу а я это знаете это вот как как слухи расходятся 10 проголосовала против и всех их приписали к трампистам что они все за трампа раз против трав потому что там не было республиканцев большинство в республиканской партии были против трампа он вообще всю свою жизнь как и реген поэтому его платформа была демократической но это политикой они начинают вот это разыгрывать журналюги которые должны как бы это расследовать и вывести это на чистую воду они начинают вот заниматься политикой и занимают чью-то сторону я я не журналю не журналист и у меня есть свои политические взгляды а журналисты это их работает как все равно врач который не может выбирать какого пациента он будет лечить должен лечить всех так и журналисты они не должны занимать чью-то сторону или они проплачены или тогда они идиоты вот они заняли что сегодня они значит один из этих республиканских конгрессменов он вообще не проголосовал за это потому что он считает что украине надо дать ядерное оружие вот поэтому они все а это трамписты все это трапы сын трампа уже выступил против помощи украины ну и вот такую брехню ведут никто подхватывает то что они слышат на cnn на new york times есть у нас город говорящие головы в америке до кгбшные которые начинают это все разносить и разносить потому что их цель не спасать украину а их цель спасать байдена перед ноябрьскими праздник то что я считаю моё личное мнение которые разделяются на эту многие что если бы байдена не было то может быть и этой войны бы не было если бы демократы не довели это до такого состояния байденская банда то этого не было что они как но при трампе было даже никто бы не помогал при тракте как раз помогали и вот они опять сейчас табах опять про трампа зарядил свою шарман но это же они опять они же продолжают войну с трампом вот эти то что 10 человек не проголосовала за лэнлис они это сразу привязали к трампу они это воюют с трампом хотя там только один по моему трампист такой за трамп у каждого есть свои причины и вообще у нас демократические партии она как бы голосует с партией республиканская иногда там есть свобода мысли можешь замуж и спорт но вот из их задача спасать байдена перед перед ноябрьскими поэтому опять зарождается трамп трамп придет все будет еще хуже а я считаю что это война вообще теперь вот перед ноябрьскими выборами будет выглядеть что а байден спас мир байден вот рыцарь на белом коне прискакал и дал украине все что и нужно поздно мало ты вообще по моему в моем моем мнении все действия которые происходили сразу после его выборов привели к этой войне привели путина пригласили путина напасть на украину начиная с в первый день со снятия санкций с северного потока вводя наше посольство не никогда не послав посла украину подняв цены на нефть закрыв на наш экспорт нет ну и так далее и так далее поэтому да я надеюсь что это сейчас начнет работать и это начнет работать потому что все равно это только 10 человек из 211 республиканцев которые проголосовали против опять же у каждого 4 демократа проголосовали против того чтобы украине передали деньги которые сейчас заморожены в соединенных штатах российские деньги для репарации помощи украине да не все деньги конечно же пойдут на помощь украины часть пойдет опять же на глобальную борьбу с экологией потеплением или как они там сейчас это называют изменение температуры стали так сейчас пить переименовали холодновато сегодня в майами и ну и там на борьбу с к видом глобальном еще одну вакцину нам засуну или и открыть наши границы чтобы приехал как можно больше нелегальных эмигрантов в конце концов они будут голосовать за демократическую партию так который стилок будет содержать на пособиях государственных они будут зависеть от государства поэтому вот украинцам очень сложно идет война в украине там правда беженцы вот им сложно получить беженство потому что они начинают работать начинают платить налоги они начинают быть мелкими и средними бизнесменами а властям это невыгодно они должны зависеть от властей а это независимые то есть получается что вот как мы знаем уже третий месяц и статус беженцев украинцы не пол не получили хотя они нелегальные иммигранты мы знаем идут тысячами каждый день им дают все в помощь вот в стране которой идет война вот такая самая большая за последние сто лет наверное люди не никак не могут получить этот статус хотя уезжают практически только женщины и дети с украины вот выйду а вот у меня знакомая женщина из одессы я лично не знаю она занималась там у нее салон где она ногти делает чтобы она оказалась в германии она уже там открыла свой салон это такие люди а эти приехали им сразу нужно государственное пособие бесплатной медицины бесплатная еда бесплатное жилье государственное это все удается и все и они в шоколаде больше ничего не надо и какие дети у них рождаются такие внуки такие все это поколение дармоедов опять же я я конечно же обобщаю не все не 100 процентов это моя моя гадание поэтому что 80 процентов и так таковы даже если 50 процентов это неправильно люди ждут есть вот и на иммигрантов в америку есть легально можно попасть в америку люди сидят и ждут годами чтобы легально попасть в америку а вот этой смещается потому что нелегалы приехали их легализовали значит все эти квоты уже заполнены так что люди которые в законе живут получают ничего а те которые нарушают закон получают все и те как раз работа работоспособны и как раз хотят учиться работать быть частью общества эти хотят быть пиявками вот вам разница в качестве иммигранции иммигрантов соединенных штатами поэтому украинцы здесь не нужны сегодняшней власти ну я так понимаю что все что делается только для для птички для как бы для чтобы показать в медиа как байден хорошо относится к украине вот он дал 100000 там виз для беженцев но это практически это дезинформация и информации которую разносят повсюду вот эти вот те которым нужно спасать не украину а спасать ноябрьскими выборами и поэтому сейчас 33 миллиарда и да и сюда и сейчас еще 350 миллиардов что ли и говорят сумасшедшие суммы чтобы для помощи украины для раньше они чего-то ничего не давали почти два года сидели даже послание приспали все только по чтобы углать ублажать путина ну поняли что это сорвалось благодаря украине благодаря украинскому народу украинским воинам благодаря президенту которого они сразу пригласили дать ему убежище вот ему сразу дать убежище чудо войны байден ему сразу просит им из два часа дали это не сработало вот теперь они рыцари на белом коне спасают украину но поздновато поздновато америка должна была сделать сразу первое и все остальные бы за америка и пошли а тут получилось наоборот мы самые последние включились в эту в эту против против этой нечисти а вот великобритания борис джансон он первый и потом вся остальная европа уже последовала за ним ну и теперь уже конечно соединенные штаты своей массой своей своим грант громаднейшие своей машиной и экономикой надеюсь сейчас вступит конечно же это я считаю внутренние разборки соединенных штатов америки к сожалению это притормозила помощь украине но в конце концов это будет в конце концов украина победит украина станет уже стала державой на которую все равняются сожалению я думаю что если бы это было сделано вовремя то не пролилось столько бы крови украинской и гражданской и военной которые необходимы чтобы они продолжали драться на вот этой новой техники модернизированной техники который будет спасать им жизни я когда-то с одним политиком на украинском телевидении с склеснулся потому что она говорила мы будем драться мы будем драться и с американским оружием или без американского оружия нам все равно сказал вам не все равно это не может быть все равно если ваши дети будут на фронте я вас уверяю это не все равно то что драться с американским оружием это одно а драться без американского это другой никто игры никто не не сомневается что украинцы как звери но с американским оружием они сохранят свои жизни его войну быстрее закончить чем без американского оружия потому что поэтому американское оружие ну она политик было и неважно и патриотическими вот в последнее время как вы заметили появляется очень много дезинформации и мне интересно как боролись в армии сша с этим было ли это такой большой проблемой потому что информационную войну надо выиграть вот например сейчас будут выборы и если украинцы диаспора не буду знать кто враг кто друг они будут голосовать за тех же кто делает хорошую картинку и лозунги вот как как с этим бороться ну а то что мы с вами делать сейчас другого способа я не знаю и надеюсь что главные каналы которые существуют в украине которые слушают украинские избиратели ну и также не только украинские избиратели в сша и там в канаде а также все русскоязычные мы ведем программу с вами на русском языке хотя у вас программа всегда одна на украинском языке но сейчас нас будет служить все орудия грузины это узбеки это евреи это многие чеченцы многие национально казахи а сейчас очень очень все советского союза диаспора большая советская совет у них всех русский язык когда мы вещаем это на русском языке они слышат нас заместо того чтобы слушать российский канал потому что это то что они смотрят то что они понимали это не очень узбеков хочешь слушать узбекские каналы или таджики таджики канал потому что они понимают что там одно и то же говорят а вот российский канал им интереснее а все-таки сенсации там рассказывает интересный а про фашистов украинцев до бандеровцев про этот азов это все интересно же они рассказывают вот они слушатели слушают наши говорящие головы которые служили в кгб знаю все у них есть не сесть источники и в белом доме и в кремле и везде все они знают они могут позвонить они могут узнать вот они слушают все это это им интересно поэтому конечно сделаем на русском языке мы правда кроме английского больше никаких языков не знаю это плохо а доносим таким образом какую-то информацию может быть одного-двух человек мы сможем поменять их мнение или может быть они фосфор начать начнет работать и они начнут вникать тех кандидатов которые они хотят за которых они проголосуют и поймут кто их друг а кто их брат но в моем окружении я не знаю много украинцев которые были за демократов и против трампа или за за республиканцев но были против трампа потому что опять же я хочу меньше трап не республиканец и не демократ он либо ретарианец его отдельный просто он выходил из республиканской партии за что она его и ненавидела поэтому сегодня это спасает демократическую партию байдена потому что сейчас будет у нас все военная индустрия просто рванет вверх работ будут рабочие места появятся деньги у людей которые работают на этих в этой индустрии и конечно же это но опять же самую большую плату за это вносит украина и пусть она это к своей крови заменить очень сложно своим своим богатым кинофондом смелых разумных людей но опять хочу вернуться что в моем окружении украинцев которых я знаю демократов практически нету они не идиоты они понимают то этот враг был момент когда я убедили что трамп это агент путина но сегодня после всего что произошло после всего что трамп сделал для украины против после всего что байден сделает те люди которые хотя бы чуть-чуть соображают они понимают то их враг то и друг что было при трампе и что было при обоим и байдене что сейчас при байдене происходит как вы не говорите как вы не хотите объяснить крым у вас отняли обворовали и снасиловали на донбассе при обоим и байдене это не звонили не сопротивляться и это они наложили вето на джувелины на летальное оружие которые конгресс дал при трампе было спокойно и это он снял это вето и украина получила джувелины и снайперские винтовки много чего другого и до сих пор некоторые вот началу этой войны джувелины которые поступали это те еще которые были подписаны трамп и что произошло сразу при байдене его действия как он обращался с украиной явно что он был в сговоре с путин поэтому когда сначала убедили многих что трамп это агент путина то конечно многие украинцы аккуратно к этому относились на сегодня надо быть полным идиотом это не видеть или слушать что говорить сми про это пропагандически вот факты просто разбирать факты не готова трампист трампист табак трампист все я же не тропист я не люблю трамп или еще что я говорю факты вот что произошло тогда вот что происходит сейчас только факт больше ничего там никакой любви а нет опять старый пост не я ее заводят я чувствую что да я думаю что некоторые конгрессмены проголосовали против ленд-лиса потому что они были они помнили как они считают что если бы было расследование байт на его сынишки чем они занимались в украине какой коррупции они занимались никого они ставили нацбанк командовать экономическим министром экономики все наши были американские ставники ну и потом генпрокурор как одного воли другого поставить они считают что у раз расследование было замято в украине то из-за этого если бы этого не было занято и проводилась бы про байдена его сына байден бы не выиграл выбора и не было бы этой войны а теперь что же почему мы должны чему мы теперь должны бежать и вас спасать когда вы сами на себя это навели есть и такие конгрессмены которые так думают да я с ними не согласен я но я понимаю почему они то у них нет никакой привязанности украине чем чему и они и жесткий я понимаю что почему ну я не согласен с ними тоже тоже наверняка такие есть да к сожалению даже очень многие украинцы но это использует как бы для пропаганды опять же что республиканцы плохие понимаю того почему они это так делает у них есть свои как бы есть свои мотивы и сейчас вот у нас ситуация где очень извини они они вписывают туда и вот этого плохого который за то чтобы вернуть ядерное оружие украине поэтому не голосует за это он плохой или хороший но они уже его вписали в плохого потому что все дается такими большими кусками запихивается в рот вот вот вам эти действия не все плохие разберитесь кто там хорош но типа демократов вообще не упоминают эти четыре которые проголосовали против помощи украине против того чтобы украине отдали российские деньги чего это неважно потому что спасаем байдена они украину не путайте две вещи не украину нам надо спасать да к сожалению ну немногие ну вернее многие знает но очень большой процент украинцы не знает что в сша идет как бы цензура несколько лет назад появилась цензура и сейчас идет информационная война например в медиапространстве мы все знаем что илон маск купил twitter и сказал что там не будет цензуры вот и это как бы вызвало шквал критики в его сторону что он как бы наоборот старается сделать это в пользу правых и практически даже появилась инициатива создать министерство правды в сша чтобы они как бы комментировали это идет обама предложил вот и очень важно сейчас знать как бы информацию которая отвечает действительности и министерство правды может легко превратиться министерство пропаганды мне кажется и если мы будем смотреть только один источник то этим могут воспользоваться враги украины опять и есть чтобы общество делаем выбор который выгоден этой группе политиков в сша который может быть не на пользу украины поэтому как бы нам надо я скажу более того есть я очень такой знаменитый журналист на факс ньюс который говорит против который говорит украине помогать не надо который говорит абсолютно неверные вещи про украину что включая что там украина это диктаторская страна до 1 журналист на факс ньюс то есть на факс ньюс мы видим там луралист по месте такие такие сети вы никогда не увидите на cnn в new york times или вашингтон пост чтобы они что-то хорошее сказали когда-нибудь или про про трампа или еще как республиканцы только было потому что у них такая правда советские известия тасс а здесь ли на факс ньюс есть разные мысли разные взгляд я с ним не согласен 100 абсолютно не согласен что он говорит а факс ньюс но он имеет на это полное право это то что свободу слова я бы с ним аргументировал если бы он меня пригласил на свое шоу но сейчас все схватили они что вот в украине только показывают его вот видите и факс ньюс плохие потому что вот что они там говорят один человек то же самое 211 конгрессменов проголосовала за украин 10 проголосовала против и вот и хотя один из них просто против потому что он хочет было ядерное оружие в украине теперь вот эти 10 показывают только их говорят только о них а в демократах не говорят и говорят что еще сын трампа вот покажите где он это сказал против украины не надо ничего давать и вот они это будут раскручивать и люди будут это покупать и пипл хавы пипл хавы но с твиттером очень интересно потому что на твиттере были очень левые взгляды это твиттер который я забанил президента до президента и с ним ушло еще 80 миллионов подписчиков на твиттер включая меня потому что это цензура я не буду поддерживать цензу иронически один из ваших политиков но и уважаемый я не много политиков не уважаю вообще никого но он такой я считаю что он нормальный более из всех политиков более не менее он прислал мне обращение президента зелинского и попросил чтобы я распространил по своим сетям где он призывает помочь украине где он болезет полученный прекрасное выступление президента зелинскую гениально но это было на твиттере. Я ему написал, ты понимаешь, а я не на твиттере, я не могу это распространить. Давай мне это в другом формате. Более того, 80 миллионов человек, которыми я не могу это распространить, они ушли с твиттера. И вот вам бумеран. Нас нету. Те люди, те 80 миллионов, которые поддерживают Украину, мы не на твиттере, а они выпустили это в твиттере. И теперь получается, что нам надо было скопировать это все, зарядить другое, потом выследить YouTube, Facebook, там еще в разные, в разности. Но теперь твиттер будет не цензура. Конечно, это паникует, а не перед выборами, перед ноябрьскими. Конечно же, пошло подписчиков больше стало, намного больше пришло. Многие с твиттера уволились, плачут, потому что пришел. А самое обидное, это то, что эти люди, они же в основном в Калифорнии все, они все левые, они все ездят на электромашинах. И вот за то, что они купили электромашины, Маск смог купить у них твиттер. Да их же деньги. Они же экологии очень так заботятся. Вот. И у нас есть один такой знаменитый чернокожий комик, который выступая, я сейчас не могу точно сказать, потому что он смешнее, конечно, этого сказать, я вообще не могу понять. Есть African American, африканский американец, который сделал из себя человека. Построил империю сам, и все. Африканец. И левые все на него нападают. Все левые хотят уничтожить этого человека. То есть он это переводит как бы в расовую войну. Но Илон Маск не чернокожий, он африканец, но он не чернокожий, он белый африканец. Но он африканец, он родился в Африке. И вот он смеется над ними, говорит, да, значит, чернокожий у африканцев можно, надо поднять. А белокожий у африканцев надо, говорит, но он же африканец, как же вы на него нападаете? Африканцев нельзя нападать на African Americans. Ну вот я это не могу так. Но он это смешно, конечно, преподнес, что вы идиоты. Да, интересная ситуация. Ну, вы, наверное, тогда будете возвращаться на Twitter сейчас, потому что это остается одной из самых... Теперь я вернусь на Twitter, я всех призываю, потому что мы хотим быть там, где нет цензуры, там, где мы можем выразить, там, где нету тех, которые за нами наблюдают. Правильно мы говорим, неправильно мы говорим, можно это говорить, нельзя ли это говорить. И мы можем высказывать свои мысли. Если кто-то хочет сжечь американский флаг, они имеют право это сделать. И это будут показывать по всем каналам и всему. Но если ты сожгешь гей-флаг или флаг антифы, тебя забанят. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что каждый человек может выразить у нас... Разные есть. Вот я помню, когда я был еще совсем молодым человеком у нас, по-моему, в Вискансене или где-то недалеко от Чикаго, прошел нацистский марш, нацистских фундиров, с зигами, со всей этой фигней. И там потом на них подали в суд, там был против протеста, их защищал еврей, юрист. И он сказал, ну они имеют право, это свобода слова. Я не за них, я против них. Я считаю, что это неправильно. Но они имеют на это право. И мы должны защищать это право. Потому что отнимут у них, отнимут у нас, отнимут еще у кого. Надо просто дать такое же право другим, которые могут выступать против них. Я против антифы, я против Black Lives Matter. Но я хочу, чтобы мне дали слово, чтобы я мог это говорить в открытую. Чтобы меня не банили. Ну и потом же это не честно. Потому что телевидение, радио, оно у нас регулируется. Есть законы, что можно говорить, что нельзя говорить, как можно себя вести, как нельзя. Но обычно это для безопасности. Таких вещей. Или там, если дети это смотрят. А здесь, на этих платформах, они сказали, ну мы не радио, мы не телевидение. Мы просто платформа. Мы площадка. Площадка. В городе мы... Мы Майдан в городе. Кто чего хочет, тот выходит с каким хочет плакатом. Хочет какую-то наклейку на киоск наклеить свою. Плакатом говорит, что они хотят встать на стулы, обращаться к массам. Поэтому нас регулировать не надо. Мы не телевидение, мы не журнал на след, не журналистов, не телевидение. И поэтому на них закон этот не распространялся. А потом они стали регулировать. Вот этот может говорить, а этот не может говорить. Это можно, а это нельзя. В свою пользу. И когда критикуют Украину, что там олигархи имеют свое телевидение, свое радио. Но Марк Цукенберг такой же олигарх. Он имеет свою площадку, которая имеет больше влияния, чем какое-либо телевидение. И он занимается цензурой. То же самое YouTube, то же самое Instagram. Поэтому Twitter сейчас будет, наверное, где-то самый свободный, самый... Просто мне надо будет, как уже человеку в возрасте, осваивать еще одну технологию. Ну, если это дает свободу слова, и если учесть то, что Илон Маск запустил Starlink, интернет, который нельзя будет заблокировать, то это дает очень хорошую перспективу на свободу слова и информационное пространство без цензуры. Потому что мы все хорошо знаем, что цензура дает. Как в России, например. Старлинг дал Украине. Как только началась война, в первые же дни Старлинг дал Илон Маск в Украине. Да, он как бы сейчас идет впереди планеты всей за свободу в борьбе, за свободу слова, за свободный мир. И это многим очень не нравится. И как политикам, так и диктаторам, таким как в России или в Северной Корее. И я думаю, что это в конце концов приведет к освобождению от этих диктатур его инициативы. Но очень все-таки есть опасения, что если наше общество не будет брать информацию с разных источников, то есть опасения, что мы можем быть в таком состоянии, как россияне сейчас. У них есть возможность взять информацию из разных источников, но почему-то они привыкли брать из своих русских телевидения, слушать Соловьева. И это привело к вот таким результатам. Интересно слушать людей, у которых мало стимула в жизни, мало интереса в жизни. Они вот эти вот, а, у них еще хуже, знаешь. О, они совсем плохие. О, мы герои. Вот у нас все, вот у нас есть ракеты, у нас есть подводные лодки. Нас все боятся. А сам человек сидит, он легендарный, ленивый, тупой. Понимаешь, пропаганда не делает человека тупого, тупым. Он уже должен быть первоначально тупой, чтобы ее слушать и в нее верить. Это не человек, у которого нет никаких аналических способностей, вообще никаких. Но это и везде так, это везде так. Ты хочешь слушать, что ты часть чего-то могучего, сильного, такого, все тебя боятся. А на самом деле ты посаду мойщиком-то работать не можешь. Или там улицу подмельсти не можешь, потому что ты ленивый, потому что ты дурак. Вот людям нравится это слышать. И вот даже когда берут, опять же, я сам на метро езжу. Когда я в Украине, я езжу на метро. Я не езжу там на машине. Я пользуюсь общественным транспортом или хожу. Ну вот когда в России они стоят, они берут интервью, вот это опросы, как они проводят. Они их опросы проводят возле там метро, какие-то ханурики стоят, пиво пьют. Или, ну по морде видно, что его лицо не искажено интеллектом. И они берут на них интервью, вы за войну или вы против войны. Конечно, за войну мы россияне, мы Россия, мы могучие, мы духовные и все. Они же не останавливают машину, там Lexus. И у нормального человека они спрашивают этот вопрос. Но он им и не ответит, потому что он понимает, где он живет. И где он зарабатывает деньги. Поэтому, конечно же, эти все, это все не так, как выглядит, не так, как преподносит. Вы вспомнили о метро, вот и у нас недавно в группе, ну для админов, постоянно из фейсбука приходит как бы предупреждение. Вот пришло предупреждение, что мы опубликовали там фото метро возле метро в Нью-Йорке, где было сказано об украинцах, что они храбрые и все восхищаются ими. Но это было опубликовано где-то в начале войны, там, может, два месяца назад. Но они вернулись, как бы факт-чекеры, вернулись в прошлое и прислали сообщение, что это как бы дезинформация. И ваша группа под угрозой, даже если админ это опубликует, они просто закрывают группу без апелляции, без права на помилование. Поэтому, к сожалению, мы можем рассчитывать только на Twitter сейчас, мне кажется, если вдруг что-то случится. Это единственная платформа, которая даст нас возможность свободно говорить и следить за событием без цензуры. Помните, что все это делается, опять же, Соединенные Штаты Америки, сегодняшняя администрация опаздывает, затягивают, как можно, и тянут ближе к ноябрьским выборам, потому что им нужна победа. Из-за ценой они не постоят, но цену будет платить Украина и платит за это своей кровью. Потому что им надо реабилитироваться после того, как они драпанули из Афганистана, и позорно так. Сказать, что вот, смотрите, мы победили, разбили Россию, это все благодаря сегодняшней администрации. Я же хочу напомнить, что благодаря сегодняшней администрации эта война и началась. И они затягивали, тянули и до сих пор тянут. Пока что ленд-лисы нет в Украине. Но я уверен, что он придет, потому что все равно наш Конгресс, Сенат, народ американский заставит их это сделать. И даже еще хочу напомнить, кто как голосовал, что есть такой у вас дипломат, молодой Андрей Кележенко, который санкционирован Соединенными Штатами Америки. Потому что он выступил в Сенате по просьбе сенаторов, чтобы опорочить Трампа и сказать, что Клинтона была хорошая. А он, наоборот, он сказал, что нет, это Клинтон, ее сотрудники приходили и пытались его коррупировать, пытались его сделать так, чтобы он сказал неправду про Трампа. И его санкционировали за это. И еще санкционировали его в Украине за это. Потому что он сказал не то, что от него было нужно. Вот так вот, думаю, что некоторые конгрессмены, которые проголосовали против Лен-Лиса, они запомнили это. Что доказали невинного человека, приплели ему обвинения. И теперь он изгой. И в Соединенных Штатах Америки. Кстати, он мог быть американским гражданином, его родители живут здесь, но он остался в Украине. У него только украинское гражданство. И он изгой в Украине. Я думаю, что это тоже имеет роль. Такие вещи тоже. Да, может быть это одна жизнь, может быть это один человек. Но это один человек встал на правильную сторону истории, стоял на ней, сказал правду под клятвой. И за это его так наказали. Политики. Поэтому другие политики это помнят. Думаю, и тоже голосуют. Поэтому надо быть аккуратными. И смотреть кто как голосует и за что. А не сразу глотать то, что вам положили в рот CNN, Голос Америки, BBC, New York Times, Washington Post. И все эти левые рупоры демократической партии. Но это не значит, что среди республиканской партии нет идиотов. Есть. Поверьте мне, есть те, которые не очень хорошие. Но я желаю, чтобы украинская диаспора участвовала и приняла, сделала свой вклад в победу. Украины не только ходили, говорили, о, мы украинцы, мы победили. В Майами ходят они, мы победили. Где вы победили? В Майами на пляже. Мы украинцы, мы из Украины. И мы победили. Принимайте участие. В Майами здесь у нас есть очень хорошая организация. Вот я в Майке. Такой организации, она в принципе во всей Америке. Ну вот я участвую здесь. Она называется Все Разом. Или то, что мне ближе, это Revive Ukrainian Soldier. We are Ukrainian Soldier. Помогайте этим организациям. Вносите свою долю. Будьте волонтерами. Давайте донаты. Украинцам сегодня, я вас уверяю, перед наступлением нужно будет очень много всего. Особенно вещей, которые нужны. Лучше самим не покупать. Эти организации не знают, что нужно. Есть списки. От боевых ребят. От тех, которые на передке. Что им необходимо. Мы это покупаем. Создаем. Или это уже там, в Украине. Например, бронежилеты. Уже делаются в Украине. Пятого уровня. И намного дешевле, чем за рубежом. Поэтому это выгоднее сделать там. Это выгодно сделать разом. Также нужны очень машины. Пикапы. Товарищи дали такие машины. Сделали такие машины. Привезли. И мы их отправляем. Такие бендеры-тачанки из них делаются. Поэтому помогайте. Участвуйте. Потому что то, что вы ходите с наклейкой. Или флажок у вас висит на машине. Яс. Мы из Украины. И больше ничего не делаете. Ну, наверное, это тоже какой-то вклад. Но хочу диаспору. Всю русскоязычную диаспору. Которая хочет оставаться на правильной стороне истории. Помогать Украине. Всем, чем. Каждый. Всем, чем может. Или чем хочет. Хотя бы. Ну, вот, в принципе, все. Опять же. Revive Ukrainian Soldier. Потому что я вам обещаю, что мы будем привозить очень много, к сожалению, ребят, которые потеряли глаза, руки, ноги. Делать им протезы. Дорогие протезы. Дорогое лечение. Реабилитацию. Здесь в Соединенных Штатах Америки. И здесь, во Флориде, в Пенсильвании. И в разных других штатах. Так что держим строй. Не падаем. Спасибо очень большое. Да, это очень важно. Поддерживать материально все, кто может. И мы делаем это. Очень благодарны вам за то, что вы делаете для Украины и поддерживаете всех. Я, чтобы кто-то быть благодарным, мне иногда люди пишут там. Я ни в каких своих передачах ни разу. Никогда. Я считаю, что мне это не боже. Я не блогер. Я не актер, не журналист. Я военный человек. Я никогда не прошу ни лайки, ни репосты, ни подписки. Кто хочет, репостует. Пусть кто хочет, лайки ставит. Это ваше дело. Я клянчить это не буду. Но если вы хотите меня уважить, сделайте что-нибудь для этих организаций. Можете выбрать на свой выбор. Я, например, понимаю, что будут ранены. Уже есть много раненых украинских воинов. Им нужна реабилитация. Так что revive Ukrainian soldiers. Мы эту информацию поставим под видео, чтобы люди могли увидеть. Спасибо очень большое еще раз. Слава Украине! Героям слава! Героям слава!